Сейчас разберу вот такие педали, заглянем внутрь на подшипник, что там внутри и насколько просто обслуживать их, насколько быстро можно разобрать. Помнится, что на моих предыдущих педалях надо было еще вот такую рамку защитную снимать, чтобы долезть внутрь, каждый раз откручивать эти болтики. Здесь же все на шестиграннике держится, но там, по-моему, я на рисунке смотрел, еще гайка есть. Вот ее, может быть, придется головкой откручивать. Так, подбираем шестигранник сразу, не доставая из... Так, эта пятерка маловато, шестерка. Значит, сюда в торец восьмерка, 8 мм шестигранник, а сюда, с этого торца, крышечка вот эта на шестерке держится. Ну что ж. А, ну вот эти, не знаю, стоит ли на них заострять внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вот таких еще шипов. Их можно выкрутить, они вот под ключик идут. Это для сцепки лучшей с подошвой обуви. То есть, я читал отзывы, что некоторые кроссовки, если там мягкая резина, рвутся. То есть, можно демонтировать эти шипы по настроению индивидуально, кому как будет подходить. И со второй стороны также их, вон, семь штук тоже. Разные модели предлагают разное количество расположения этих шипов. Ну, смысл один. Выбирайте такие педали, которые вам по вкусу подойдут, по дизайну, по расцветке. Были вот еще с розовой сердцевиной, тоже красивые. Я вот такие, голубой и серый цвет выбрал. Так, начинаю откручивать крышечку. Вот аж со скрипом, затянуто хорошо. Это я откручиваю против часовой стрелки. Или же нет. Хм, интересно. Здесь идет реверсивная резьба. Так, на правой педали крышечку откручивать реверс по часовой стрелке, то бишь. Тут я и подумал, что тут слишком туго. Не должно так туго. Так, ну, эту саму можно будет густой смазкой смазать. Вот эту резьбу. Вот так она выглядит. Хороший такой колпачок. Я думаю, что не пыль, но вода, может быть, проникнет. Я, конечно, по лужам с глубоким речком не собираюсь кататься. Ну, от дождя должна вполне защитить. Такая резьба, вон, ширина крышки почти сантиметр. Вот эта ширина резьбы. Так, заглянем. Да, здесь есть гаечка, как я и смотрел на рисунке. По-моему, она не контрагается, одна всего лишь. Так, я ее смогу извлечь тоненькой головкой, которой, скорее всего, у меня нет. Может быть, подойдет бита для шуруповерта, кровельная бита. Сейчас попробую. Мои предположения оправдались. Сюда идеально подошла бита кровельная 8 мм. Кровельные саморезы тоже разные бывают. 6, 8, 10 мм. Вот эта восьмерочка. В любом строительном магазине такие продаются. Вот она захватывает вот эту гаечку. Гайка накручена на ось педали. И удерживает в сборе всю эту пирамидку, нанизанную подшипники. И она как бы стягивает. Можно шуруповертом открутить, или гайковертом. Я вот возьму обычную отвертку, в которую входит такая бита. Вот, как видим, захватила гаечку нашу бита. И ось крутится вместе с гайкой. Берем наш шестигранник 8 мм, чтобы разобрать дальше педаль. Я произвожу разбор педали, свежераспакованной. Шестигранником с торца буду удерживать ось в неподвижном состоянии. И буду откручивать против часовой стрелки. Так, хватит ли усилий отвертки. О! Такая же байда, как и с крышечкой, ребята. На правой педали и крышечка по часовой откручивалась. То есть, реверсивная резьба. Там правая или левая, чтобы... Не скажу, чтобы не ошибиться. А реверсивная все поймут. То есть, обратная. То есть, по часовой откручивается фиксирующая гайка. Гайка, фиксирующая подшипники. Я думаю, что здесь регулировка, скорее всего, не нужна. Сейчас мы это проверим, когда будем собирать обратно. То есть, затянул до упора и все. Это все промподшипники, именно этим и отличаются. Вот она, гаечка. Может быть, из нержавейки даже. Обычно такие детали снабжают качественными. Вот она в масле. Смазочка эта в тепле начинает смягчаться. На морозе густеет, в тепле, наоборот, течет. Ну вот, теперь ничего не мешает. Можно все это вытянуть вот так. Вся ось обильно смазана прозрачной смазочкой. Ось хром-молибденовая, по-моему, описывалась в описании товара. Такая вот. Это резиновый пыльник. С этой стороны он призван предотвращать попадание пыли, воды, грязи. Ну, опять же, насчет воды, наверное, это громко сказано. Хотя, время покажет. Так, сами подшипники. Хорошо, сейчас попробую подшипники вытащить. Раз уж начал я разборку, чтобы показать уже все. Сейчас вот тоненьким шестигранником подцеплю аккуратненько. Такой миниатюрный на полтора миллиметра. Как раз он сюда. Так, если, конечно, они не запрессованы туда. Это такая втулка. Очень тоненькие сами шестигранники. Ой, сами подшипники. Так, ну, вот небольшим усилием вытянуть не получается. Наверное, это все дело выбивается. Ставится с этой стороны упор. Ну, типа отвертки или чего-то. болта и выбивается. Тогда не буду этого делать. В общем, ширина, толщина подшипника где-то около сантиметра. А толщина шариков очень небольшая. Миллиметра два-три. Так, это получается у нас сдвоены. Ага, это... Непонятно, в общем. Скорее всего, это парные. Два тонких подшипника вместе объединены. Каждый где-то по 5 миллиметров. Вот здесь два стоит, а здесь один и место под резьбу. Вот. Они отличаются по размерам. Вот здесь вал, ну, как бы вот эта втулочка внутренняя, меньше, вот под этот размер оси, а здесь толстая, вот под толстую ось. То есть, здесь два одинаковых подшипника, а третий вот здесь стоит. Вот, ну, чтобы поменять смазку, придется отсюда их выбивать. Наверное, все-таки я туда лезть не буду. Вот так визуально просто все оценил, посмотрел. Вам показал, кто с такими педалями не имел еще дела. Это, я так понимаю, педали топталки. Сейчас еще принес штангенциркуль, размеры расскажу. Там в описании они были. Я искал побольше педаль, чтобы, соответственно, площадь была. Так, попал, не попал, не попал еще. Центрирую. Оп. Да, смазочка такая, довольно-таки густая. Все, и обратно. То есть, минимум инструментов нужно, чтобы залезть в такую педаль. Дальше уже, чтобы подшипник обслуживать, это мы разберемся. А вот, чтобы до него добраться, понадобился шестигранник. Шестой, чтобы эту крышку открутить. И получается вот такая бита 8 миллиметров. Обратно закручиваю гаечку. Так, здесь реверсивная резьба. Соответственно, крутить надо против часовой. Чтобы гаечку все, по-моему, до упора. Так, насколько это затянуто было? Ну, по-моему, не очень сильно. Так вот, вручную без шуруповерта, чтобы чувствовать момент затяжки. Чтоб она у нас не клинила. Так, есть люфт. Значит, я не дозатянул. Еще буду затягивать. Люфта быть не должно. Вот она ходит. Возможно, мешает Сами вот эти шлицы. Как бы вот так подвытащить За край. Второй педали нет люфта. Все, это, значит, мой косяк При сборке. Максимально мы ее сейчас выдавливаем вот так. И надо затянуть. О, хотя нет, люфтит. Ладно, это мы разберем сейчас. Не буду задерживать зрителей. Опять же, против часовой на этой педали. Все очень миниатюрно, компактно. Вот сейчас проверю, обратная резьба или нет. Вот здесь. На левой педали. На левой педали обычная резьба. Не реверсивная. То есть, откручиваю я против часовой стрелки. Как и у обычных гаек. Вот здесь все то же самое. Вторую разбирать не буду. Хотя нет. Здесь тоже есть этот люфт. Ее я не разбирал. Небольшой допуск, как бы. Но это связано с тем, что здесь резинка. Она же не твердая. Она не может упор делать ограничения. То есть, там оська вот так сточена на конус. В общем, этот люфт похоже допустимый. Вот здесь исчез. И, соответственно, на этой педали на левой закручиваем тоже, как нормально, как обычно, по часовой стрелке. Надо будет еще смазать саму эту резьбу, крышечки. Все подзатянуть, чтобы во время езды не потерять эту крышку. Таким толстым восьмерочкой. А здесь шестерочка. Вот с помощью двух шестигранников все очень удобно. Шестигранник не нужен. Просто рукой покрепче зажать педаль вот так. и затянуть. Все не потеряется. Ну что, дорогие друзья, на этом такой неполный разбор. Я в подшипники уж лезть не стал. Просто продемонстрировал, что там внутри. Когда-то придется все равно все это дело смазывать. Наверное, научусь вынимать эти подшипники. Пока работают, пусть работают. Наверное, можно будет дозаказать эти подшипники отдельно, если понадобится замена. В общем, время покажет. Поставлю педали. Вот они такие тоненькие. Красивые, приятные на вид. Надеюсь, в деле также они себя проявят. Сейчас еще замеры быстренько сделаю. Здесь ось очень близко будет к шатуну. Вот так. То есть, ну и рычаг как бы небольшой, более крепкой будет ось. Но минус в этом то, что обувь может тереться о сам шатун. Как бы краска стирается и немножко стирается сам толщина шатуна и неприятный звук. Если это резиновая обувь, она стрется так неприятно. Ну, зато более крепкая сама педаль. Были еще варианты с вот этой удлиненной частью. Удлиненное расстояние оси между шатуном и самой педалью. В общем, я выбрал вот такие себе. Так, размеры. Размеры где-то, ну, если усреднить, усреднить 90 на 60 или 60 на 90, если до миллиметров не вымерять, а если быть более точным, вот этот размер, который обычно на стоковых у меня 60 миллиметров был на штатных моих педалях. Здесь педалька пошире 82 миллиметра. А вот эта часть обычно более широкая, 90 с чем-то на всех педалях. Так оно и есть. 92. Это 82, а это 92. Такие такие размеры. Ну, что ж, неплохие педали на первый взгляд. Время покажет, как они себя проявят. Я очень доволен покупкой. С вами был Луганцев Александр. Пока-пока. Еще буквально полминуты, друзья. Значит, с люфтом я разобрался. Люфт есть при полностью закрученной гайке. Небольшой люфт, но с открученной крышкой. Вот этой. Как только мы крышку ставим на место, крышка дожимает педаль до упора и люфт исчезает. То есть, не пытайтесь слишком сильно утягивать гаечку, вот эту ограничительную. Люфт при открученной крышке это нормальное явление. Но, когда мы закручиваем, люфт, по идее, должен исчезнуть. То есть, если будет люфт с закрученной торцевой вот этой крышкой пыльником, то это уже будет отклонение. А при открученном состоянии люфт это нормально. То есть, здесь все продумано. Вот эта гаечка, она как раз эта крышечка при ввинчивании она убирает этот зазор и педаль перестает люфтить. И по поводу подшипничка, вот этот передний подшипничек одиночный, который удалось без всякого выбивания извлечь оттуда. Вот он такой миниатюрный малюсенький. Вот он. Наверное, те тоже легко будет извлечь, просто я еще не занимался, при сборке обратил внимание, что он там двигается и легко его извлек. Такой малюсенький. Теперь вопрос, сколько будет стоить отдельный подшипник. Но я думаю, что долго прослужит. Все продумано здесь.